Привет, и добро пожаловать в ТОП-3. Это новый формат, в котором лучшие билдеры СНГ сражаются за звание самого лучшего. Сегодня ты увидишь три лучшие базы, которые удалось построить участникам шоу за прошедший месяц. И мало того, что каждый из трех домов ты научишься строить, я также покажу тебе, какие идеи строителей оказались настоящей конфеткой, а где получилось построить. Ну просто полнейшее дерьмо. Оу, и кажется, я еще об этом не говорил. Да, точно, чуть не забыл самое главное. Участники выпуска разделят между собой приз в 15 тысяч рублей. Так что поверь, судить базы я буду очень серьезно. Как ты понимаешь, в этот формат вложено безмерное количество времени и сил, как с моей стороны, так и со стороны участников. Мне очень важна поддержка каждого из вас, поэтому я буду очень признателен за любую активность под этим роликом, а также за его распространение. Поддерживай участников в комментариях, делись этим роликом с друзьями, билдерами, а также отправляй в любимые дискорд-каналы и просто наслаждайся роликом сам. Ведь я очень постарался. Сейчас мы будем по очереди рассматривать каждую из трех баз участников. Дерьмовые решения авторов отрицательно скажутся на итоговой оценке базы, а вот конфетки значительно повысят шанс занять первое место. После окончания обзора и улучшения каждой из баз, я сравню их друг с другом, опираясь на заранее разработанную систему критериев. Со всеми остальными тонкостями, я буду знакомить тебя по ходу шоу. База состоит из трех этажей, и на каждом из них есть отстрел. Этот дом полностью симметричен, он имеет два входа, а коридор между ними зациклен в круг. Этот коридор защищает основное ядро базы, спрятанное от рейдера за тремя слоями стен. Второй этаж является основной жилой зоной, сочетающей в себе удобство, защищенность и функциональность. Третий этаж целиком выделен под отстрел и комбат. Крыша представляет собой как дополнительную опору для защиты дома, так и место для хранения и защиты транспорта. Теперь давай заглянем в этот дом поближе. Входные двери образуют не самый удобный, но вполне дефолтный аэрлок, а пройдя дальше по коридору мы встречаемся с турелями, которые простреливают насквозь весь первый этаж. При открытии всех дверей на этом этаже получается жесткая мясорубка, пробежать которую не взрывая турели точно не получится. Чуть выше нас ждет потайной трюм на огромное количество слотов, но открыв еще несколько дверей, мы попадаем в своеобразный опенкор. Лутовых в этом доме просто усраться. Две удобные лутовые на восемь сундуков в центре, четыре защищенные лутовые за трагоматами по сторонам, два трюма с бочками над застрелом. И если ты думаешь, что это все лутовые в доме, то не спеши с выводами. Ведь еще три лутовые спрятаны глубже, чем... Чтобы найти еще две лутовые, нужно подняться на третий этаж. Давай я сразу открою все гаражки, чтобы дать тебе полную картинку. Видишь вот эту полустенку? За ней спрятаны три больших, а при желании еще и два маленьких сундука. И такая потайная лутовая есть с обеих сторон. А знаешь в чем прикол? В том, что она физически находится там, где ты ну никогда не подумаешь. И если весь дом улучшен в кирпичный скин, то никто и никогда не найдет эти сундуки. Жестко? Ну конечно жестко, это же топ-3. За дабл дверьми на третьем этаже скрыты обычные пики на улицу. А вот по сторонам дома автор расположил основные комбаты. В центре третьего этажа стоит главная батарея, но по сторонам, прямо над потайными лутовыми, находятся выходы на крышу. Их так же как и всего в этом доме два. Над каждым выходом стоит турейль, а так же есть вот такой вот незамысловатый отстрел для контроля крыши. На самой крыше есть много удобных, хоть и вполне дефолтных пиков, но и остается нам лишь спуститься в мейн. Спрятан он за вот этим торгоматом, стоящим на втором этаже. Чтобы его снять, нужно заспавниться на спальнике и сломать внутри солому. Молотовым такое не выжигается, что несомненно большое преимущество любого бункера. Дальше у нас гаражка, две МПК-двери и последняя двойная МВК-дверь. Казалось бы, на этом рум-тур можно было бы и закончить, но в этом доме, помимо всего прочего, так же спрятан вот такой вот киллбункер на 4 сундука. После рум-тура в этом доме можно выделить сразу несколько крутых фишек, каждую из которых я готов назвать настоящей конфеткой. Секретные лутовые в отстрелах, основные лутовые за дракоматами, интересный и довольно редкий бункер, который невозможно выжечь, два входа и два выхода из базы. Но, хоть эта база и попала в ролик, тюрьма в ней, поверь, тоже предостаточно. Давай по порядку. Не успевая мы войти в дом, как сразу же вопросы, где гантрап и Лебовский? Мало того, что тут у нас ублюданский тейрлок, для работы которого нужно постоянно одну из дверей держать открытой, так еще и совершенно идеальное место для гантрапов просто забетонировано без единой на то причины. Если бы автор просто разрушил этот потолок и повесил сюда два гантрапа, жить стало бы куда приятнее, но в текущей версии, вход в дом дерьмо. Идем дальше. Турели на первом этаже. Задумка классная, не спорю, но вот реализация. Мало того, что эти турели легчайше выносятся с улицы зажигалками, так они еще и агрятся на всех прохожих, при этом будучи не в состоянии наносить им урон. Любой человек, который просто встанет рядом с твоей базой ВФК, через пару минут полностью разбайтит все твои турели. Да и запрыгивать на вот этот бортик, находясь на пологой крыше, при этом тебя все это время видно с улицы. Просто отвратительно. Но куда больше вопросов у меня к комбаткам в этой базе. По сути, их на весь дом всего 2. Причем они же, помимо основной функции, являются также и основными спальнями, ведь больше кроватей в доме нет, разве что на крыше. И вот у меня возникает такой вопрос. На кой черт строить в доме 9 лутовых, если обе кровати в нем можно выстукать копьями прямо с улицы? Само собой, надо было заменить 2 лутовые на нормальные защищенные спальни, а не пихать в дом 1000 сундуков не ясно зачем. Короче, дерьмо плюс дерьмо. Что еще меня смущает, так это полное отсутствие в доме печных. Да, не спорю, теоретически, место внутри базы вагон и поставить их можно куда угодно, однако в авторской версии базы они не стоят тупо нигде. В этом формате я рассматриваю дома в том виде, в котором они были присланы на обзор. Соответственно, печи забыл, получилось дерьмо. Необходимость дрочиться с бункером, если честно, тоже остается под вопросом. Нет, безусловно, бункер крепкий, интересный и классный. Но в этом доме он нахрена я так и не разобрался, потому что за ним стоит еще 4 двери, 3 из которых в МВК. И любой маршрут, обходящий бункер, получается заметно дешевле, чем взрывать этот странный торгомат. Короче, да, бункер сам по себе, хоть и конфетка, но расположение у него дерьмо. Дальше у меня вопрос вот к этим пикам. По логике, они нужны для сбития вертолета. Вроде как. Ну, вполне логично, они смотрят наверх. Но как их можно для этого использовать-то? Выцепил ты такой вертолет, дал ему пару тык и давай бежать через половину этажа к соседнему окну. Или вот в комбатке ты кого-нибудь выцепил, нахитовал и пошла 100 метровочка до ближайшего окна. Особенно это не имеет смысла сейчас, когда вертолет стал вращаться вокруг цели как угашенный. Короче, разнообразие отстрелов в этом доме крутое, но на практике менять точку для отстрела получается очень долго и неудобно. Дерьмом назвать отстрел не могу, но и на конфетку тоже не тянет. А вот что однозначно дерьмо, так это защита крыши. Выходишь ты такой на крышу, а тебе по голове херак не пойми откуда. Я говорю про вот эту вот щелочку, которая по сути является ванвейпрострелом для рейдеров. А самый смак в том, что вот эта крыша, на которой я сейчас стою, абсолютно безопасна для кого угодно. А все из-за этих инвалидских турелей, которые видят лишь одним глазом из-за того, что их левая сторона упирается в двери. Но последний кусок дерьма в крышку гроба этой базы, это его щели. Ведь чтобы они образовались, нужно отводить в каждую из сторон по 100 тысяч квадратов. Полнейшее дерьмо. Да-да, а ты как думал, я шутки шутить буду? Нет, тут у нас конкуренция, 15 косарей на кону. Ну а теперь моя любимая часть. Пора превращать дерьмо в конфетку. Поколдовал я пару часиков и готов предоставить тебе свою версию данной конструкции. Давай покажу подробнее, что я тут натворил. Про гандрапы над эрлоком я уже говорил, тут ничего особенного. Снимаем этот слой гипсокартона нахер и монтируем сюда на три самореза эти невероятные достижения техники. Что интереснее, так это принцип работы турелей, которые я решил кардинально поменять. Теперь наши турели стреляют не только внутри дома, но и простреливают территорию снаружи. При этом, как и в авторской версии дома, так и в моей, выстукать снаружи ничего не получится, так что байтить турели радиооружия кепкам не захочется. К тому же, теперь в этом доме не нужно отводить никакие кишки и соломы. Все стало строиться куда проще и быстрее. Неудобный подъем на второй этаж с тревыми прыжками так же канул в лету. Теперь у нас тут комфортабельные люки с каждой из сторон. Две лутовые из четырех я заменил на полноценные спальни с локерами. Так что да, теперь перед рейдом твои основные спаунпойнты нельзя будет выдолбить копьями. Ну и опенкор, его я так же порядочно изменил. Во-первых, его теперь так же кроет две турели. Во-вторых, я решил полностью избавиться от лутовых застёкнами, по двум причинам. Первая, они занимают очень много полезного места. Ну а вторая, хранить в них ресурсы в офлайне всё равно никакого смысла нет, ведь помимо них в доме есть ещё две защищённые лутовые, мвк мейн, а также киллбункер. Короче, я вынес сундуки из этих лутовых наружу, а место от лутовых использовал под две печные и усовершенствование комбат комнат. С печными здесь всё просто. Закрыть их можно как окнами, так и дверью, но внутри либо 3 обычные печи, либо 6 электрических. Но про комбатки я расскажу немного позже. С мейном у нас никаких изменений нет, единственное, бункер я закрывать не стал. Как по мне, это имеет смысл только в конце вайпа, когда мвк и шестерёнок уже сильно с запасом. Ну, либо наоборот на старте, если нет рецепт армированных дверей, тогда да, можно на ночь замкнуться бункером. Поднимаемся наверх, на третий этаж, тут я убрал потолок, чтобы не биться об него головой лишний раз, ну и в целом весь этаж я сделал куда более открытым. Теперь здесь по бокам есть специальный отстрел для вертолёта, он довольно открытый и его основная фишка в том, что вертолёт не может его поджечь, огонь просто скатывается вниз. Естественно, если часто сбиваете вертолёт, то его нужно апать в металл, иначе всё нахрен рассыпется. Благо, все эти блоки относятся к внешним шкафам, так что обслуживать их будет дешевле. Если отстрел для вертолёта не нужен, тогда есть вот такая альтернатива. Тут тебе и отстрел вдаль широким обзором, и дефолтные щёлки под базу. Такую вариацию можно спокойно оставлять в камне. Дальше смотрим на основные комбатки, тут тоже появились новиночки. Во-первых, стало немного больше места, и теперь можно, сняв окно, стрелять вперёд. Ну а во-вторых, локеры теперь куда сильнее спрятаны и лучше защищены. Выход на крышу также изменился. Теперь он осуществляется через люки. Причём так, что при открытом люке образуется эрлок, так что даже если твой тиммейт умалишённый, дипнуть вас всё равно никто не сможет. Ну а на самой крыше турели переехали повыше, а на их месте теперь две дополнительные комнаты с кроватями и локерами. Окна ясное дело можно заменить на глухую стену, но лучше сделать чёлочку с помощью локера и потом можно будет беспалево подглядывать за гостями. Мне кажется, в таком варианте база смотрится куда более выигрышно. А самое главное, что ты можешь построить её уже на этом вайпе, ведь ссылка на полное строительство уже лежит в описании этого ролика. Но не спеши с выбором, ведь впереди ещё две крутые базы, каждая из которых запросто может стать твоим будущим мейном на этот месяц. Я понимаю, выбор базы на вайп это очень ответственно. Этот формат создан в том числе для того, чтобы упростить для тебя этот выбор. Но помимо вопроса выбора базы, я также хотел бы облегчить для тебя и выбор сервера на грядущий глобал. И в этом тебе поможет раструм, ведь это лучший проект классических и полуклассических серверов со стабильно высоким онлайном. И в отличие от официалок, здесь действительно хороший пинг, а что самое важное, круглосуточная модерация, которая поможет забанить читера в самые кратчайшие сроки. Кстати, если ещё не слышал, парни из раструма запустили свой масштабный турнир в расте. Призовой фонд составляет целых 2 миллиона рублей. Участие может принимать любая команда от трёх человек, но оставив заявку, ты гарантированно получишь рейд от опытной команды. Так что, если никогда не принимал рейды таких масштабов, то обязательно попробуйте. Ссылка в описании. Мне же сейчас ещё предстоит оценивать базы по критериям, но для этого нужно будет посмотреть на двух других участников выпуска. Не теряем времени, твоему вниманию вторая база. Сама по себе она внешне меньше, чем первая, но в ней четыре этажа вместо трёх. Заходим внутрь и обращаем внимание на все интересные детали базы. За дефолтным мейерлоком нас сразу же встречает небольшой опенкор, в котором компактно расположены две лутовые с окнами, два локера также с окнами и три печки, которые выполняют функцию подъёма на третий этаж. Ну и конфетка, благодаря которой эта база попала в ролик, турель за решёткой. Такое расположение турели мало того, что может стать большим сюрпризом, так ещё и контролирует два этажа одновременно. На третьем этаже нас ждут три электропечи, ещё один локер за стеклом, а в стороне турели находятся две комбатки. Открывая обе комбатки одновременно, мы получаем вот такой вот интересный эйрлок, при этом он не блокирует турель, что удобно. При желании можно также снять окно изнутри комбата и кого-нибудь внезапно хлопнуть. Ещё на третьем этаже есть лутовая с потайным торгоматом. Вещь не особо революционная, и знающие люди уже давно умеют скрывать такие лутовые задёшево, однако всё равно очень приятно видеть подобные решения аккуратно вписанными в базы. За торгомат однозначно конфетка. Само собой, тот отстрел на второй этаж, который использует турель, также можем использовать и мы, что удобно. Ну а если нужно наоборот, пострелять на четвёртый этаж, такая опция в доме тоже есть. Для этого тут у нас отдельный подъём с МВК-дверью. За шикарнейшие сники отстрел через лючок однозначно конфетка, а вот гантрап на этом месте полнейшее дерьмо. Ведь через решётку он не агрится и не стреляет. Граждане, проверяйте свои дома перед отправкой. На ровном месте человек дерьма схватил. Поднимаемся наверх, тут у нас снова локеры, в этот раз уже почему-то без стёкол. А ещё здесь вообще нет никакой мебели. За тремя обычными дверьми стоят ещё 3 обычные двери. Всё это вместе ведёт в один большой отстрелочный контур. Причём очень странный. Он наполовину состоит из открытых дверей. Я не могу сказать, что это неудобно или плохо, но никаких особых преимуществ от такой конструкции я тоже не вижу. Радует, что есть возможность отстреливать вниз под базу. Ну и подъём на крышу в доме простейший, да и сама крыша сначала не особо впечатляет. Но и до того момента, пока ты не замечаешь вот эти ультра сники турели. Да, МЛРС их снесёт, но в данном случае МЛРС снесёт здесь полдома, что нормально для такой базы за такую стоимость. Но вот то, что эти турели хрен сломаешь с боевого вертолёта и то, что они стреляют у тебя ещё на подлёте, да и вообще то, что их можно не заметить перед рейдом, это конечно конфетка. Также на крыше есть дефолтная лутовая с торгоматом, открыть которую можно пристроив к стене крышу. В доме без мультиков конфетку за такое давать язык не повернётся. Но спасибо, что хоть построил. Ну и осталось нам спуститься вниз в мейл. Тут, собственно, кроме огромного расхода МВК смотреть не на что. Разве что предусмотрен вариант сломать полку у шкафа, застроиться в МВК кубик и дропнуть под себя спальник. Что ж, спасибо. Теперь давай включать критический взгляд на вещи. Поговорим о дерьме. Во-первых, вход в дом. Он здесь всего один и этого очень печально. Вернее это дерьмо, особенно учитывая то, что с отстрела никаких быстрых дропов в доме нет. И к тому же вот под этой крышей можно закрысится так, что тебя не будет видно ни с отстрела, ни при выходе вообще никак. Второй нюанс, который меня напрягает, это количество локеров. То ли автор рассматривает их в качестве лутовых, то ли просто очень любит пользоваться локерами, но есть ощущение, что в этой базе их больше чем сундуков. Подъем на третий этаж, прыгать с неровных печей, ударяясь головой о гантрап, все это в полуприседе и, не дай бог, наспех. Давай так, вот сколько раз я сейчас не смогу запрыгнуть на этот потолок, столько дерьма получит этот дом. Ладно, ладно, просто одно дерьмо прибавлю и хватит. На третьем этаже мне в целом все нравится. То, что края кровати торчат наружу и их можно выстукать, это конечно не есть хорошо, но их защищает турель, да и по другому кровати внутрь все равно не воткнуть. А вот четвертый этаж дерьмовый с ног до головы. Огромное количество одинарных неудобных дверей в узких проходах, этот ультра-фриковатый внешний контур с двадцатью дверьми, но самая жесть в том, что он не является зацикленным. То есть, если ты стреляешь по противнику вот тут и он забегает налево за стенку, то тебе придется обойти весь дом, чтобы оказаться на той стороне отстрела. Двойное дерьмо. Вообще, в таких ситуациях обычно решают все проблемы крыша. Которая в этом доме, к сожалению, тоже дерьмо. Нет, ну то есть в общем и целом крыша как крыша, но только на кой черт тут все эти конструкции я так и не разобрался, ведь стрелять из-за них становится только сложнее. Ну и проходим в самый главный бич этой базы. Его мейн. Тут у меня много вопросов ко всему на свете, но самый главный касается баланса защиты этой базы. По сути, весь дом с головы до пят рейдится за 11 ракет. Одиннадцать, сука. Да, базару ноль. Раз дом попал в это видео, он сам по себе уже очень хорош, и шанс его зарядить настолько дешево не так велик, но все же он есть, и за такое я готов сразу 3 говняхи накинуть на вентилятор. Надо же показать, как это сделать. Заходим по дверям, бьем до турели, ее просто можно скипнуть, потому что угол ее стрельбы довольно маленький. Короче, рубимся дальше, и вуаля, 11 ракет, рожок разрывных, и мы в шкафу. Да, трапы сделают всю голову нам, но 11 ракет, ёпта. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Ничего не поделаешь, эту базу надо спасать. В ней слишком много классных решений, чтобы они просто тонули в кривой защите. Твоему вниманию, мое видение базы нефтяников. Во-первых, я немного сдвинул вход в сторону. Это сделано, чтобы под крышей было сложнее закрыться. За второй дверью теперь висит вот такой вот прекрасный ловец снов. Но локер, соответственно, сдвинулся налево. Если честно, я вообще не уверен, что его имеет смысл закрывать стеклом, возможно, практичнее будет просто его за дверь влепить. Но на том месте, где раньше был спуск в мейн, теперь находится вторая лутовая со Сники Гантрапчиком. Ладно, Гантрапчик не очень Сники, но кого-нибудь может трахнуть. Кровати остались на прежнем месте, а вот спуск переехал направо. Тут стоит второй локер, но внизу, за несколькими гаражками, нас ждет привычный мейн. Гантрапы на потолке, понятное дело, можно оставить как вариант у автора, я их снял уже не помню зачем. В мейне, к слову, стало больше сундуков, больше печей и больше места. А самое главное, что теперь, чтобы пробиться в шкаф, нужно пробить как минимум 8 дверей. Да, это не 200, но согласить лучше чем 5. Возможность закататься в кубик я, понятное дело, никуда не убирал, так что во время онлайн рейда можно будет забайкодироваться. Подъем наверх стал удобнее во всех смыслах, ведь электропечи переместились вниз. Если вдруг 5 обычных печей в доме для тебя мало, то есть отдельные защищенные печи для серы за окном. При желании их можно подсоединить к сундукам мейна трубой. На третьем этаже изменений минимум, разве что прибавилось пару сундуков. А вот четвертый этаж я перекроил полностью. Тут у нас сразу же сходу развилка, левая дверь ведет в отстрел, я его покажу чуть позже, но правая в открытый коридор. В нем у нас полноценная лутовая, на случай рейда снизу, а также комната для ретейка. Кровати в нее я поставить не смог, но даже спальник с локером порой может изменить ход рейда. Ну и второй выход в отстрел, давай же на него наконец посмотрим. Как ты видишь, он во-первых стал круговым, здесь стало гораздо просторнее, ну а сверху появились пики для сбивания вертолета. Снизу мы все так же можем контролировать всю территорию под базой, а также здесь появился быстрый спуск вниз через люки. При желании по ним же можно пробраться и обратно внутрь базы, минуя главный вход. Крышу я изменил совсем не сильно, она стала просторнее, потому что я отодвинул все эти нагромождения из крыш дальше от центра базы. Ну и теперь места здесь хватает даже на пару коров. Стрелять стало тоже немного удобнее, но если посмотреть на дом снаружи, то он явно стал выглядеть не таким куцем и странным. Полное строительство этой базы со всеми объяснениями также будет доступно по ссылке в описании этого ролика. Однако делать выводы о победителе пока что рано, ведь надо посмотреть на третью базу в нашем топ-3. Твоему вниманию. На первый взгляд, эта база может показаться простенькой и скучной. Даже как будто бы какой-то маленькой. При этом пики в этом доме такие, что ты буквально не сможешь найти ни одной точки рядом с базой, которая осталась бы для хозяев мертвой зоны. Вход в дом осуществляется через второй этаж, при этом один из входов является фейковым, о чем можно узнать просто взглянув в окно. Второй этаж является довольно просторной общей комнатой, где в одном крыле расположены спальни с локерами и печами, а во второй большие удобные лутовые. По центру стоит верстак и турель, напротив которой при желании можно поставить вторую так лужа. Под первой турелью находится спуск вниз, через печки. Ну и самый простой мейн в кубике. На третьем этаже есть еще одна полка под турель, напротив нее спальня с закрытыми локерами и батареей, ну а по бокам выходы в круговой удобный отстрел. Не очень понял я правда стекол на окнах, само собой куда практичнее будет сделать эти окна простреливаемыми при помощи амбразур, но автор решил сделать так. В отстреле здесь также предусмотрены люки, которые ведут сразу на выход. Ну и тут же совсем рядом у нас есть также люки ведущие на крышу. Крыша этого дома мне очень нравится чисто по ощущениям, она какая-то уютная что ли. Здесь удобные отстрелы, есть сныканные поглубже турели, ну и стоит пара кроватей. Первую конфетку этому дому я готов вручить за удобную компоновку. Этот дом очень логичен и удобен в использовании. Отдельное спасибо за классные просторные лутовые, находящиеся рядом с верстаком. Круто, что комбат комнаты также защищены хорошо и не выносятся за 4 ракеты, а то и 4 копья как в первом доме. Отстрел хороший удобен, а быстрые спуски вообще великолепны. Отдельная конфетка за вот эти вот пики. И за вот эти тоже конфетка. Ну одна вообще понятное дело. Да, все это не новое, но все это очень хорошо. Однако этот дом тоже далеко не идеален. И как ни странно, больше всего вопросов у меня к его крыше. Во-первых, ветряки. Они стоят очень низко, на уровне четвертого этажа. Примерно также они стоят и у первой базы, но там низкое расположение было обусловлено тем, что для них были удобные идеальные места. Здесь же эти места сделаны искусственно, специально под ветряки. Итого вместо сотки энергии мы получаем лишь около 60-70. А в доме при этом стоит несколько турелей, электропечи, уверен, что потом захочется какой-нибудь там сортировщик сделать или еще что-нибудь. Короче, низкие ветряки это дерьмо. А знаешь еще один прикол этих ветряков? Если их выстукают, то новые на их место уже не поставишь. А все почему? А потому что крыши рядом мешают. А все почему? А потому что ветряки стоят низко. Ну спасибо, хоть воздушный поток эти крыши не режут. Дабл дерьмо. Турель на крыше. Тоже дерьмо. Да, захонырил неплохо, да и углы обзора более-менее. Но зачем было так сильно их углублять внутрь полки хер его знает. По итогу мы получаем вот такую вот красоту. Когда турель выбивается чуть ли не луком без необходимости байта, да еще и в мертвой зоне второй турели, которая отказалась бы должна ее прикрывать. И ладно, если проблема была только в выбивании турелей, но во время рейда, посадив сюда одного человека, хозяину базы уже никак не получится выйти на крышу. Его будут срезать еще к карабкающимся по люку. Также точно кровати, люки, турели, все контролируется с одной точки. Ну прям золото. Учитывая то, что весь отстрел в круг закрыт стеклами, контроль крыши позволяет спокойно заплевывать дом ракетами из редки битки, не получая вообще никакой сдачи. За стекла тоже дерьмо короче. Комбат в этом доме я похвалил. Он действительно здорово расположен, но проблема его вот в этом. Да, гаражная дверь никуда не годится. Сюда в идеале нужно поставить двойной армор, ну или по крайней мере двойную обычную дверь. Иначе пока твоя гаражка будет открываться, тебе уже 300 раз хлопнут. Ну и последнее дерьмо этому дому я дам за отсутствие хотя бы какого-нибудь бункера. В первом у нас был интересный бункер на торгомате, во втором возможность застроиться в кубик. Тут вообще ни хрена нет, хотя оно ну прям напрашивается. А раз напрашивается, то давай делать. Изменений в этом доме получилось меньше всего. И большая часть этих изменений оказалась под капотом. Но из того что мы можем увидеть, на втором этаже печи переехали в основной коридор, а на их место встали сундуки. Не то чтобы это прям обязательно, но как мне кажется, во-первых удобнее когда электропечи находятся рядом друг с другом, а во-вторых во время рейда порой приходится распределять лут по дому, чтобы можно было хоть как-то продолжать оборону и застраиваться. В авторской же версии получается, что если рейдер пробился в лутовые, то кроме как в паре локеров и на крыше, больше в доме лута особо нет. Самое главное, что появилось в этом доме, это стейбл бункер. Да, самый простой, да примитивный и заезженный, да закрывается только снаружи, и да открывается только изнутри. Но это плюс 15 ракет к рейду. Взамен на 7 мвк. И если в доме есть возможность построить такую дом-защиту, то я не вижу ни одного повода этого не сделать. Третий этаж остался вообще без изменений, не считая армированной двери в спальне, о которой я уже говорил, ну и амбразур вместо стекол. А вот крышу мне пришлось знатно перелопатить. Турели. Они теперь стоят на верхней полке, и их угол обзора стал гораздо выше. Чтобы их неудобно было при этом ломать с вертолета, я поднял еще один слой крыш вверх. Ну а ветряки соответственно тоже были подняты, только уже на 2 этажа вверх. В центре при желании теперь можно поставить ПВО. Причем угол поражения получается очень даже неплохой. Крыши защищают ПВО снизу, а ветряки стоят достаточно высоко, чтобы не собирать все ракеты на себя. Конечно, ставить ПВО или не ставить это выбор сугубо индивидуальный, но как по мне хуже точно не будет. Как и для предыдущих домов, в описании тебя ждет ссылка на полное строительство с подробными объяснениями нюансов. Первичная оценка и апгрейд домов позади. Осталось самое важное. Настало время сравнить дома сегодняшних конкурсантов и распределить их места на пьедестале топ-3. Для этого формата я разработал специальную таблицу критериев. В каждом из них я рассматриваю ключевые характеристики каждой из баз. Само собой, в зачет идут базы до моего хирургического вмешательства. И первым критерием является общая защита базы. В нее входит защита лута лутовых, шкафа, наличие мультишкафов, различные нычки и прочие нюансы. Самым слабым из трех сегодняшних домов в вопросе защиты стал второй конкурсант. 11 ракет до шкафа по дверям – это очень низкий показатель для такого размера. Самым же защищенным, на мой взгляд, является конкурсант под номером 1. Множество лутовых защищенных торгоматами, беспалевные нычки, необычный бункер – все это дарит этому дому дополнительную конфетку. Второй критерий – это стоимость строительства базы. Здесь учитывается средний процент потребления базы, стоимость закрытия бункеров, если они есть. Необходимые для строительства компоненты и чертежи. Несмотря на свою низкую защиту, дом нефтяников оказался также и самым дорогим в строительстве и содержании, если рассматривать ресурсы. Процент потребления у него выше всех, и ресурсов на него ушло больше всего. Однако я также выделю аутсайдерам и первую базу, ведь для ее строительства нужно безумное количество дверей всех типов, довольно много МВК, в нем дорого закрывается бункер и нужна тонна шестерней на торгоматы. Третья же база недалеко ушла от своих конкурентов, так что конфетку за данные критерии не получит ни одна из трех баз. Третий критерий – сложность строительства. В него входит возможность поэтапного строительства базы, необходимость отводить какие-то дополнительные фундаменты и ставить мебель в определенной последовательности. Аутсайдером здесь точно является первая база, за ее драный пиксельгэп и сложность установки рамп из-за конфликта с лутовыми. Плюс сам по себе дом довольно тяжело запоминается, ввиду его составной конструкции. Ну и короче говоря, процесс строительства этого дома – дерьмо. Оба других же дома строятся относительно просто, легко запоминаются, их строительство будет нетрудно разбить на этапы. Следующий критерий – это вместимость. Здесь я оцениваю, сколько всего полезного можно запихнуть в каждую из баз. Начиная от банального количества лутовых и спален, заканчивая возможностью поставить дополнительные столы для смешивания и гантрапы. Самый вместительный из всех стала база под номером 1. И хотя я бы не назвал ее просторной, она все же действительно очень большая и в ней тонна лутовых, которые при желании можно переоборудовать под спальни, как это сделал я. Также в ней довольно много свободных коридоров, которые можно заставить любой необходимой херней. Я также хочу выделить и третью базу, она значительно меньше, ведь почти весь первый этаж в ней застроен буферками, однако она очень комфортная в плане размера комнат и каждый этаж в ней ощущается как один большой опенкор. Ну а вторая база, к сожалению, оказалась самой тесной из всех. И в ней с трудом можно поставить даже какой-то минимум мебели, не говоря уже о столах для смешивания и прочих хотелках. Предпоследний критерий – это пассивная защита. Это то, как база способна отбить рейд, пока ты крепко спишь. И здесь безоговорочное первое место занимает дом нефтяника. Куча мест для гантрапов на каждом этаже, а также обалденная турель однозначно заставит трейдер понервничать, если он пойдет по дверям. Ну а если лупанет напрямую в шкаф, то что ж, это будет не лучшее вложение 24 ракет. Другие две базы я поставлю на один уровень. Достойный. Ну и активная защита. Это оценка отстрела, комбат комнат, возможность ретейка мейна и опенкора, защита от гуэндипа и прочие же занутые англицизмы, которые поймет только нерд. Этот критерий дался мне сложнее всего, ведь базы действительно очень разные и сравнивать их непросто. Последнюю базу я не могу назвать самой защищенной из-за ее уязвимой крыши и этих сраных стеклопакетов по периметру отстрела. Во второй базе, несмотря на классные пики между этажами, довольно унылый и неудобный отстрел, а также всего один вход. Ну а третья база прославилась своими прекрасными мейнспальнями, в которые можно выстукать копьем. Я оставлю все три базы с нейтральной оценкой по этому критерию, ведь в каждой из них я вижу явные старания и попытки авторов сделать ее пригодной для обороны от онлайн рейда, но во всех есть свои косяки. Вот мы и имеем итоговую сравнительную таблицу. Осложив все положительные и отрицательные оценки, мы можем подвести общий итог. Но как вот как? Если в доме больше конфеток, но и деремат тоже больше, это значит что он хороший или что он плохой? У меня есть подготовленный ответ на этот вопрос. Решать какая база достойна первого места сегодня буду не я, а за меня это сделает первая нейросеть в Rusty. Знакомься, это Джимми. Как ты видишь, все три дома уже ждут свои оценки. Оценки эти появятся на табло сверху и будут представлять собой трехзначные числа. Чем больше число, тем выше оценка. Ну а нам остается лишь запустить Джимми и подождать пока он не будет готов подвести итог сегодняшнего выпуска. А за то время пока Джимми считает, ты успеешь поставить этому ролику лайк, а также предположить в комментариях какая из баз сегодня займет первое место. Если же ты считаешь, что первого места достойна именно твоя база, то переходи по ссылке в описании и присылай свой дом на разбор. Возможно, именно он станет победителем одного из следующих выпусков, а ты за свои строительные навыки будешь награжден не только вниманием, но и деньгами. Только учти, что сейчас ты смотришь пилотный выпуск, и в последующем уровень бас участников резко вырастет. Такие вещи, как отсутствие в доме печей или застекленный отстрелочный этаж, тоже особенности пилотного выпуска, ведь правила шоу участники знали довольно примерно. Итак, Джимми готов показать нам результаты. По итогам подробного анализа, бронзу в этом месяце занимает Профи и его база нефтяников, набрав суммарно 18 очков и заработав в 2500 рублей. Второе место сегодня занимает Лора Грин с базой под названием Морф. 55 очков в общем рейтинге. Эта база принесла автору целых 5000 рублей. Ну и победителем первого выпуска топ-3 становится база 360 пик скилла, которую построил Павел Узиджамп. 153 очка в рейтинге и честно заслуженные 7500 рублей. Разрыв по очкам получился, к моему удивлению, очень большим, но кто я такой, чтобы спорить с машиной? Мне же остается только поздравить победителя. И сейчас у тебя может остаться лишь один вопрос. Что в названии этого ролика забыл Гуджойнт? Да-да, помимо Джимми, в этом выпуске также будет специальный гость. Пожалуй, это самый популярный билдер в СНГ, а также автор крупного строительного канала. Задача Гуджойнта сегодня будет очень проста. Он еще не знает, кто из участников победил в сегодняшнем выпуске. Более того, он вообще ничего не знает о базах, которые мы так подробно разбирали все это время. Сейчас я покажу ему каждую из трех баз, причем уже после моих улучшений. Среди них Гуджойнт выберет ту, которая на его взгляд кажется ему самой лучшей, а я просто удвою денежный приз этого участника. Первый дом, значит. Турельки тут такие. Так, ну это дефолт. Мультики. Хэтглич пики там. Гантрапы. Два входа, тоже гантрапы. Здесь комбатерка. Третий верстак. Стар 2 на 1. Обслуживание такое, не маленькое. Это посмотрели. Ну да, прикольно. Прикольно. Светяшки. Но снаружи он мне не очень нравится. Один вход получается. Бункера здесь нету. Турель стреляет. Здесь у нас еще один магазин. Так. Ладно. Пусть будет. Ну, пусть будет. Не знаю, не очень этот дом понравился. Третий. Угу, угу, угу. Бункер на стабильность. Но этот дом более удобный. Но какой-то супер защиты у него, кроме бункера и неултаемых локеров, я у него не увидел. Но для вайпа это удобный дом. Точно не вот этот. Здесь мне нравятся турели. Из минусов здесь это мало стен до кора 2 на 1. Поэтому выход через аирлок и отстрел непонятный. Но они оба нормально выглядят. А здесь крыша странновата. Короче, даже несмотря на то, что там есть шелл, такой хоть и микро, но шелл, мне этот дом нравится больше. Хоть бы я тут много поменял, этот дом мне нравится больше. Ну что ж, мнения Джимми и Гуджойнта сегодня совпали. А значит, Павел сегодня забирает сразу 15 тысяч рублей. Достойный приз за достойную базу. Этот формат стал возможен исключительно благодаря моим подписчикам на Бусти. Подписка на Бусти позволяет смотреть все ролики на канале раньше и без рекламы, общаться со мной через личные сообщения, а также получать допконтент. В частности, в течение этой недели на Бусти выйдет расширенная запись оценки домов гостем выпуска с его предложениями по улучшению баз. Спасибо тебе большое за просмотр и поддержку этого ролика. И как обычно, до следующих видео.